Продолжение следует... Продолжение следует... И для приветственного слова, для вступления хотел бы передать микрофон Максиму Владимировичу Фатееву, вице-президенту ТПР, которая поддерживает каждую нашу крупную выставку и собственную, и гостевую. Вы знаете, что под патронатом ТПП проходит порядка 100 выставок ежегодно на площадке экспоцентра, поэтому, Максим Владимирович, прошу вас. Спасибо, уважаемый Алексей Григорьевич, уважаемые коллеги, добрый день. Я скажу, наверное, самое главное. В этом году произошла перезагрузка отрасли внутри системы ТПП. Генеральным директором акционерного общества «Экспоцентр» стал Алексей Григорьевич Вялкин. Я очень с стороны ТПП поддерживаю, что Алексей Григорьевич возглавил соответствующий комитет. Происходит абсолютно живая работа с членами комитета, с теми компаниями, с теми направлениями, в которым вы сотрудничаете. У нас более 100 торгово-промышленных палат разного уровня, от муниципальных до региональных, занимаются этим непростым бизнесом, работают в этой непростой отрасли, есть свои передовики, что называется. Мы знаем, какие, представляем, что называется, не понаслышке, с какими проблемами отрасли столкнулась в эпоху пандемии. И это повлияло, в общем-то, на всех нас, на всех участников. Тем не менее, регионы активно включаются в новые условия работы после небольшого такого кратковременного затишья. И тоже показателем таким является, у нас идет презентация регионов, очень много заявок на презентацию регионов в торгово-промышленной палате Российской Федерации. Буквально 7 октября у нас будет презентация Рязанской области. И далее там до конца года еще множество заявок. И я хотел бы, чтобы и конгрессная деятельность не обходилась вниманием в работе комитета. И тот вопрос, который сегодня будет рассматриваться, здесь Алексей Григорьевич, что называется, дока, профессионал. И в то время, когда мы с ним вместе работали в центральном аппарате, что называется, в одном блоке, были соратниками по всем вопросам. Этот вопрос был в полное его ведение. Он вел его профессионально, четко и получал самые высочайшие оценки не только руководства палаты, но и фаилов, тех компаний, с кем он работал. Я думаю, тот опыт, который он накопил в системе торгово-промышленной палаты, поможет ему и в той профессиональной деятельности, в которой вы все являетесь профессионалами. Я всем желаю здоровья, комитету слаженной, четкой командной работы. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое, Максим Григорьевич. Спасибо за теплые слова и оценку. Я действительно надеюсь, что и комитет, и площадка торгово-промышленной палаты, и сама роль торгово-промышленной палаты, как наставника и главного акционера экспоцентра, и в целом поддержка отрасли со стороны мощной системы торгово-промышленных палат, территориальных в том числе, сыграет нам очень добрую службу и постараемся эту работу оправдать. Спасибо еще раз. Владимир Михайлович Кононов, наш добрый друг, добрый друг торгово-промышленной палаты, мой добрый друг и добрый друг экспоцентра. И вообще добрый. И вообще добрый, да. Прежде всего, Владимир Михайлович, поздравляем вас с избранием в новый состав Государственной Думы Федерального Соборания Российской Федерации. Я абсолютно не сомневаюсь, что та работа, которую мы ввели и до этого, и сейчас, и Год науки и технологий, который сегодня проходит на площадке экспоцентра в различных форматах, и выставочных, и в невыставочных, будет продолжаться. Мы его закончим достойно и начнем Новый год. Посмотрим, как он будет называться. Но площадка экспоцентра в полном вашем распоряжении. Несколько слов, пожалуйста. Спасибо, Алексей Григорьевич. Уважаемый Максим Альбертович, уважаемый Алексей Григорьевич, уважаемые коллеги, мне очень приятно за, так сказать, эти добрые славы в мой адрес. Конечно, это большой аванс. Вот это у меня уже, извиняюсь, третья ходка. Вот поэтому Гриша вот знает, помнит, значит, как мы все это начинали. Поэтому в этом смысле вы правы, что я опытный и действительно большой друг экспоцентра. Я хочу сказать, вы знаете, Максим Альбертович знает, он тоже сегодня сказал самые главные слова, что под эгидой наш комитет по науке и образованию, до этого он назывался по науке и наукоемким технологиям. Я был первым заместителем председателя комитета. И мы вот придумали совместно с торгово-промышленной палатой, лично с Сергеем Николаевичем Катерином, мы придумали такой проект НТИ-экспо, наука, технологии, инновации, экспо. Тут некоторые знают, даже журналы выпускают на эту тему. Вот поэтому наука, технологии, инновации, экспо. И пять лет мы бились за то, чтобы там год волонтеров, год музыки, театра и так далее. Но почему не сделать год науки и технологии в нашей стране? Я думаю, что в том, что президент в прошлом году в МГУ объявил о 21-й год, годом науки и технологий, есть и наша лепта. Я имею в виду лепта вот этого проекта НТИ-экспо, который всегда проходит на площадке экспо-центра и торгово-промышленной палаты. За что? Большое спасибо. Я всех приветствую от имени комитета по образованию и науке, в котором я сейчас работаю. Пока непонятно, как будет новая структура, вот она сейчас формируется. Но все равно моя роль в Думе будет связана с законами о науке, о технологиях, о инновациях, о внедрении, так сказать, открытии, изобретений в высокотехнологичную промышленность. И в этом плане, конечно, если вы не будете возражать руководителей торгово-промышленной палаты экспо-центра, то, конечно, я бы с большим удовольствием со своей командой тоже бы поучаствовал во всех этих мероприятиях. Для информации присутствующим напомню, что в этом году пять мероприятий в рамках проекта НТЭКСПО. Два уже прошли, три должны будут пройти. Точнее говоря, три прошли, а два еще пройдут. Это российская неделя высоких технологий, которая обычно проходит в апреле, но из-за пандемии в этом году мы сделали в июне. В июне же мы сделали в рамках РНВТ, мы сделали форум по искусственному интеллекту, который, как правило, проходит в ноябре совместно со Сбербанком. Это тоже, так сказать, наша заслуга с вами, что Сбербанк пришел на площадку экспо-центра, и то, что два года тому назад президент принял участие в этом форуме и выступил на площадке экспо-центра, это, конечно, здорово. Это поддержка экспо-центра и торгово-промышленной палаты на самом высочайшем уровне. Итак, российская неделя высоких технологий. В июне мы провели такое конгрессно-выставочное мероприятие, большое четырехдневное РЕНВЕКС, это возобновляемая энергетика и электротранспорт. Сейчас, в октябре месяце, буквально через несколько недель, 18 числа, мы открываем совместно с вами российскую промышленную неделю. Она обещает быть очень интересной, программа готовится. И в декабре российская неделя здравоохранения предложили поучаствовать в этом мероприятии. С большим удовольствием мы это сделаем. Я НТИ Экспо не отделяю ни от торгово-промышленной палаты, ни от экспо-центра, не считаю его своим достижением и каким-то моим личным или моей командой проектом. Это абсолютно общий проект, вместе придуманный, который мы вместе с вами делаем. Всех участников данного заседания, естественно, приглашаю принять участие. Программа есть на всех сайтах и экспо-центрах, и специально там российская промышленная неделя, и на сайте Министерства промышленности и торговли. Вот впереди много работы. Год науки и технологии мы подведем, я думаю, в конце декабря, а как по традиции в феврале месяце, может быть, восьмого в день российской науки, откроем новый год. Он тоже будет связан с наукой и технологией, пусть он будет не общероссийский, но он точно будет в рамках торгово-промышленной палаты, экспо-центра, так сказать, вот вокруг этих вещей. Спасибо за поздравления и, так сказать, желаю хорошей, успешной, плодотворной работы всем. Спасибо. Спасибо огромное, Владимир Михайлович. Еще раз поздравляем вас с избранием, и я абсолютно не сомневаюсь, что та работа, которую мы начали в этом году, и которая у вас уже до этого, будет продолжаться и будет продолжаться успешно и эффективно. Спасибо большое, Владимир Михайлович. Коллеги, с вашего позволения, я хотел бы сделать небольшую презентацию, которая вкратце покажет те условия, в которых мы начинаем работать, в, что называется, входим в осень, и немножко поговорить о той тематике, которая сегодня заявлена как основная, что ли, проблема для дискуссии. Пожалуйста, следующий слайд, и потихонечку пойдем. Ну, прежде всего, хотел бы обратиться к исследованию Всемирной ассоциации выставочной индустрии «Глобальный барометр». Приведенные данные опросов и статистики показывают, что, естественно, пандемия на нашу деятельность повлияла очень серьезно, как и на любую другую отрасль, связанную с услугами. В опросе приняли участие более 470 компаний, 64 страны. Данные по состоянию рынка в России были предоставлены Российским союзом, выставок и ярмарок. Основные выводы, сразу, если позволите, перейду к ним. Ситуация постепенно улучшается. Существует достаточно серьезное убеждение и прогноз в том, что индустрия главным образом, благодаря проведению оффлайн-выставок и деловых мероприятий, восстановится, ну, думаю, что где-то к 23-му году. В целом, в мире по итогам прошлого года убытки понесли 51% опрошенных компаний. В 2021 году, к показателям 2019 года, мы подошли с процентом 48, то есть примерно в половину. Но, тем не менее, это значительно выше показателя 2020 года, там всего 28% мы смогли наверстать. В России об убытках в 2020 году заявило 63%, как вы видите на слайде. И доходы компаний составили в среднем 37% от показателей 2019 года. В этом году цифр побольше, более оптимистичные – 53%. Думаю, что ключевой вопрос, конечно, по влиянию пандемии на отрасль в 2021 году будет сохраняться, мы не восстановимся. Этот вопрос, естественно, беспокоит, ну, треть российских компаний, и, соответственно, прогноз идентичен по их оценкам. Тем не менее, приведенные на слайде цифры показывают, что отрасль ищет выход из кризиса. Компании применяют новые стандарты формата работы, включая, конечно, вне выставочные механизмы, и стараются находить дополнительные источники для поддержания компаний, отрасли, операторов на определенном уровне доходов. Собственно, поэтому вот тема сегодняшняя так и сформулирована. Говоря о новых возможностях для отрасли, хотел бы перейти, наверное, к заявленной теме сегодняшнего моего выступления, а именно теме инвестиций в конгрессную и выставочную деятельность. Ну, мы прекрасно знаем, что последние годы, и Максим Альбович в своем приветственном слове это отметил, тема инвестиций на передовой, обсуждения и ФАИВами, и институтами развития. Создана профильная комиссия Госсовета Российской Федерации, которая так и называется, инвестиции. Формируются новые подходы к сопровождению инвестиционных проектов, в том числе, и мы прекрасно знаем, через реформирование институтов развития, которые, думаю, что к концу года все же будут закончены. Напомню, что задача достижения национальных целей, среди которых рост не менее чем на 70%, к показателям 2020 года увеличить объемы инвестиций в основной капитал, никто не отменял, поэтому к 2024 году это должно быть достигнуто. Всем известно, что существует такой механизм, как национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, который в свое время был разработан агентством стратегических инициатив, и торгово-промышленная палата вместе с системой торгово-промышленных палат, с территориальными субъектовыми палатами, ежегодно этот рейтинг формирует на экспертном уровне, проводя опросы среди членских организаций региональных торгово-промышленных палат. Но что интересно, в конгрессно-выставочной отрасли также есть свои ориентиры. Это рейтинг событийного потенциала регионов России, который составляется в НИЦ РНС. Вот генеральный директор Дарья Островская, член нашего комитета, я думаю, в своем выступлении тоже чуть-чуть по касательной на этой теме остановится. Нам было интересно посмотреть, есть ли пересечения между двумя этими рейтингами, и мы их нашли. Мы в сравнении лидеров обоих рейтингов увидели, что в топ-30 регионов инвестиционного рейтинга входит 17 регионов из первой тридцатки рейтингов субъективного потенциала. Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, наиболее близки по позициям рейтинга 4 региона – это Краснодарский край, Нижегородская область, Новосибирская область и разрыв между ними не более восьми пунктов. Пересечения в рейтинге, конечно, обусловлены экономикой, развитостью экономик регионов, но не только. Хочется отметить, что в обоих случаях одним из основных факторов пересечения является развитие инфраструктуры, не только инвестиционной, а получается и конгрессно-выставочной. На наш взгляд, с развитием специализированной выставочной инфраструктуры в регионах и будут открываться соответствующие возможности для привлечения инвестиций в наши отрасли. Также, безусловно, для развития инструментария конгрессно-выставочной деятельности очень важно качество тех услуг, которые предоставляются участникам со стороны организаторов мероприятий, операторов, площадок. И, наверное, именно в нашей отрасли вот эта тема тоже достаточно важная, сложная. Организаторы и мы в том числе, экспоцентр, сейчас работаем с оглядкой, будем откровенны, на действующие ограничения, которые связаны с проведением мероприятий, которые на нас объективно наложены регулирующими органами. Тем не менее, наша задача, как мы видим, как организаторов, как площадок, продемонстрировать потребителям, экспонентам, да и посетителям, всем заинтересованным сторонам, что у нас есть определенные решения. Вы знаете, что экспоцентр на прямой связи, фактически в ежедневном режиме мы работаем с правительством Москвы и нам в большинстве, в подавляющем большинстве случаев идут навстречу, если речь касается каких-то острых, таких скользких вопросов проведения мероприятий. Так что думаю, что для инвестиционной деятельности есть уже определенный фундамент, и мы хотели бы продемонстрировать официальную статистику проведения собственных мероприятий экспоцентра. Вот прошу внимания на слайд. Объем и состав аудитории посетителей мероприятия сегодня для нас являются ключевыми факторами, которые влияют на рентабельность инвестиций и, в принципе, нашу доходность. Здесь, естественно, я говорю и форматы B2B и B2C. За первое полугодие 2021 года в экспоцентре проведены 14 собственных B2B выставки, приняли участие более 4 тысяч компаний-экспонентов, это 58 стран, и мы смогли привлечь на площадку более 156 тысяч посетителей. Суммарная экспозиционная площадь составила 98 и 660 тысяч квадратных метров. Нет там. В нашем случае особый интерес – это, конечно, качественный состав посетителей, мы его тоже постарались изучить. Чуть менее 52% – это руководители компаний и топ-менеджеры. Свыше 80% посетителей самостоятельно принимают решения о выборе поставщиков или участвовать в принятии таких решений, а более трети посетителей – это новая аудитория, которая, соответственно, посетила эти выставки в первый раз. Почему важно, на наш взгляд, укрепить составляющие B2B и B2C сегменты новым форматом, пока мы его называем B2I, то есть, соответственно, от слова «investments», а может быть и «innovations», тогда мы придумываем «double I». То есть, через участие в выставках, мы уверены, можно привлечь реальные средства в развитие самого бизнеса. Задача на краткосрочную перспективу – это сделать так, чтобы со временем инвестиционная составляющая качественно выросла. Это означает, что инвестиции должны приводить не просто к развитию бизнеса, а к развитию в том числе и новых технологических решений. Вот о чем Владимир Михайлович говорил. Экспонентам необходимо предлагать возможности проведения своих презентаций инвестиционных и инновационных проектов, мы это уже делаем, чтобы они представляли посетителям или потенциальным партнерам не только свои продукты и услуги, а через инвестиционную составляющую видение развития своего бизнеса, своей модели, своей структуры, в том числе и производственной структуры. На наш взгляд, такой подход даст возможность прицельно приглашать на профильные мероприятия целевую аудиторию инвестиционного сообщества, которые хотели бы вложить средства именно в конкретную отраслевую нишу. Эта работа, как Максим Альбердович отметил в своем выступлении, велась и ведется в торгово-промышленной палате очень активно. И те форматы, которые мы здесь задействовали, которые мы здесь вырастили, я не боюсь этого слова, вполне переносимы на площадку выставочных операторов. И, конечно, еще один момент. Компаниям-организаторам, таким как экспоцентр крупнейших международных отраслевых выставок, очень важно понимать, нам очень важно понимать, какой экономический эффект дает экспонентам участие в мероприятиях. Здесь, опираясь на официальную статистику экспоцентра, мы взяли на себя смелость провести собственные расчеты, выяснить, сколько контактов стендист может завести в течение выставки на свой стенд от общего количества экспонентов и посетителей, и какую экономическую выгоду принесет предприятию монетизация непосредственно участия своих сотрудников, стендистов в этой выставке. Формула достаточно проста, я не хотел бы на ней подробно останавливаться, тем не менее, думаю, что она будет полезна прежде всего тем нашим торгово-промышленным палатам, которые активно участвуют в выставочной деятельности, которые ориентируют свои организации, членские организации на участие в крупных отраслевых выставках. Вот подсказать своим компаниям на что, на какую сумму, на какую цифру выходить, нам кажется, было бы очень полезно. Ну, презентацию мы, конечно, разошлем по всем, по нашей системе, да, значит, я думаю, что это будет очень полезно, и надеюсь, что наши коллеги... Ну, здесь ничего сложного нет, я скажу, что для примера мы взяли выставку «Металлообработка-2021», формат B2B на 31 298 посетителей, 712 экспонентов, и, соответственно, опираясь на статистические исследования маркетинговых компаний, данные результатов выставок, мы вот вышли, что в случае с нашим примером, ориентировочный объем продаж экспонентов по итогам четырехдневной выставки примерно составит 5,5 миллионов рублей. То есть расчет эффективности участия компании по такой методике, на наш взгляд, вполне можно рекомендовать для, ну, ориентира, для того, чтобы компания понимала, для чего, в принципе, она в выставке участвует. И, наверное, последнее, крупный выставочный проект, мы все прекрасно понимаем, это всегда площадка для межрегиональной и международной кооперации, с учетом всех сложностей, связанных с трансграничными перемещениями, роль экономических связей, укрепления связей межрегиональных внутри страны, безусловно, растет, и отраслевые выставки как раз являются той точкой, той, наверное, тем интегратором, где собираются предприниматели различных регионов, и это еще один, еще одна сторона того действующего инструмента для демонстрации инвестиционных проектов регионов и возможностей планов отдельных компаний. Ну и для примера, наверное, это уже будет последний слайд, для примера обращусь снова к нашей статистике, видите, много сегодня цифр, но что делать, нам это интересно. Статистики экспоцентра в первом полугодии на наших выставках были представлены компании из всех федеральных округов, 75 субъектов нашей страны выставились, общее количество экспонентов превысило 3000. И хотел бы обратить внимание, что практически более половины из этих компаний по нашим опросам заинтересованы в развитии своего бизнеса, а, соответственно, и в привлечении инвестиционных ресурсов. И отдельного внимания, конечно, с точки зрения активизации инвестиционной активности заслуживает практика формирования коллективных экспозиций регионов. Здесь мы совместно, наверное, с Максимом Бедовичем и с Владимиром Михайловичем подумаем, как совместить формат презентационных сессий на площадке палаты, может быть, через товарные сессии, через показ не только инвестиционных проектов, а каких-то отраслевых сегментов в течение одного дня на обеих площадках проводить такие мероприятия. То есть с двух сторон дать информацию о регионе, дать информацию об инвестиционном потенциале региона и отдельных компаний, и, мне кажется, такой эффект будет тоже очень интересен. Вы знаете, наверное, я на этом остановлюсь. Спасибо большое, что выслушали. Мне кажется, информация сейчас надо немножко уложить, осмыслить. И поэтому на все вопросы, если у нас будет время, конечно, я постараюсь ответить, мои коллеги тоже постараются ответить. И хотел бы потихонечку, наверное, двинуться дальше. Если у нас Сергей Георгиевич Воронков, президент Российского Союза, выставок и ярмарок на связи, то я с удовольствием хотел бы ему слово передать. Сергей Георгиевич, нас вы слышите? Да, и слышим, и видим, Алексей Георгиевич, уважаемые члены комитета торгово-промышленной палаты, я вот сегодня не один присутствую на выступлении, я присутствую с вами цифровым двойником для того, чтобы проиллюстрировать тему своего выступления, связанного с возможностями и вызовами и угрозами для конгрессно-выставочной отрасли. Ну, чтобы он вас не отвлекал, я просто хотел как бы немножко задать такой неформальный тон общения, потому что все, что я буду сейчас говорить, оно связано как раз именно с новыми форматами общения, которые являются и вызовами одновременно и возможностями для конгрессно-выставочной отрасли. Теперь я своего коллегу, соответственно, отодвину цифрового и перейду к очному общению. Итак, тема моего выступления связана с новой идентичностью конгрессно-выставочных мероприятий. С чем она связана прежде всего? Ну, мы все понимаем, с какими возможностями и угрозами столкнулась отрасль в связи с пандемией, это изменение всего экономического ландшафта и разрушение, изменение всех кооперационных цепочек, которые за последние 40 лет в мире создавались, и ограничение возможности, соответственно, передвижений и падение платежеспособного спроса участников. Это как бы уже стало общими местами, которые обсуждаются. Но помимо вот этих вот трендов, на наш взгляд, есть долгосрочный тренд, который является не менее серьезной угрозой и одновременно возможностью для конгрессно-выставочной отрасли. И тренд этот называется, соответственно, виртуальная среда, виртуальная среда общения. Как написал в своей книге господин Шваб «Глобальное обнуление» про создание нового уклада под названием «Инклюзивный капитализм», наш императив, но их императив, не наш императив, их императив – это бесконтактная экономика. И вот все, что я говорил о новых экономических реалиях, закрытых границах, экономических ландшафтах, падение платежеспособного спроса и все, что связано с новой жизнью онлайн-реальности, на самом деле это про одно. Если посмотреть с философской точки зрения, это про борьбу за живое человеческое общение. Поскольку многие из нас еще изучали когда-то политэкономию, то если вернуться к теории Маркса об отчуждении, соответственно, сначала живого труда, потом средств производства, то фактически отчуждение человека от возможности живого человеческого общения является последней стадии расчеловечивания и отчуждения, и последней стадии борьбы, собственно, за право быть человеком. На самом деле все, что происходит, на мой взгляд, сегодня, это как раз борьба за человеческое общение, за живое человеческое общение, как в локальном, так и в глобальном, как в бытовом, так и в экономическом, так и в политическом смысле этого слова. Я не буду на этой теме подробно останавливаться, там много говорят про всякие теории электронного фонслагеря, управляемого общества и так далее. Я вот привел цитату из книги идеолога нового инклюзивного капитализма про бесконтактную экономику. Но мы как раз, как конгресс на выставочной отрасль, находимся на передовой этой борьбы, потому что главным продуктом, который мы создаем, это творить общение. Мы творим живое человеческое общение, вокруг которого, собственно говоря, все и выстраивается. На выставках и ярмарках с демонстрацией, соответственно, новинок и полезных образцов, на конгрессах обменом опытом и знаниями, но стержнем всего этого является живое человеческое общение. И именно за это сегодня и идет борьба. Я вот на первой части не стал бы отдельно останавливаться, просто бы сказал, что, собственно говоря, есть два манифеста, с которыми мы должны сегодня двигаться в будущее. Вот первый манифест – это творить живое человеческое общение, творить во всех возможных формах, потому что конгрессно-выставочные центры на сегодняшний день являются важнейшими инструментами новой формы социализации человека, где действительно в больших количествах можно осуществлять общение людей на деловые, политические, социальные и другие темы. Этот манифест у нас закреплен стратегии развития конгрессно-выставочной отрасли, который Российским Союзом выставок и ярмарок разработан и внесен сегодня в правительство. С ним можно ознакомиться на сайте, я не буду на нем подробно останавливаться, там все это неплохо изложено. Это манифест номер раз. Это такая глобальная история, это то, что называется тренд очень надолго и наша новая роль и миссия. Но я сегодня хотел восстановиться на втором манифесте, который можно назвать ООО. Это новый формат проведения мероприятий онлайн, оффлайн, онлайн. То есть как же обратить на пользу и на службу нашей отрасли и нашим мероприятиям ту новую реальность, с которой мы столкнулись и которая является основным конкурентом тому, чем мы занимаемся. И поскольку практика без теории слепа, а теория без практики мертва, мы вот в качестве такой теории перевели книжку Дензела Ренкина и Марка Джиберти, называется она «Переосмысление жизни» про будущее индустрии выставок, конгрессов и ивентов. Она достаточно такая небольшая, но очень конкретная, то есть практически такой прикладной кейс и попытка переосмыслить новую идентичность наших мероприятий. Соответственно, Российский союз выставок ярмарок эту книжку распространяет, ее можно приобрести, сделать заявку на сайте и внимательно изучив ее, посмотреть там все необходимые материалы. Я бы несколько тезисов хотел сказать через этим. Во-первых, ООО, да, онлайн, оффлайн, онлайн. То есть необходимо сделать так, чтобы все возможности онлайна, которые, безусловно, уже стали неотъемлемой частью нашей жизни и трансформировались в потребительские, новые потребительские привычки, начиная с заказов товаров и еды на дом, заканчивая маркетплейсами, поисковыми системами и так далее, поставить все-таки на службу живому человеческому общению. Это значит, что мы должны переходить в форматах мероприятий на так называемые умниканальные экосистемы. Умниканальная экосистема отличается от гибридных систем тем, что это не просто механическое совмещение оффлайн и онлайн формата. То есть когда идет, условно говоря, какое-то мероприятие, будь то выставка с онлайн-трансляцией, там присутствие тех, кто демонстрирует продукцию, заканчивая конгрессом, когда есть оффлайн-участники, онлайн-спикеры, онлайн-зрители, соответственно, по каналам видеосвязи. Нет, умниканальность как раз предусматривает единую платформу, которая объединяет разрозненные каналы коммуникации в единую систему и объединяет различные сервисы, различные сервисы вместе с контентом, начиная от общей базы данных участников, то, что называется на сегодняшний день комьюнити, до необходимой базы знаний, которая должна жить, соответственно, в течение всего года. То, что касается, соответственно, выставок и конгрессов, это и одновременное онлайн-участие со всеми возможностями интерактивного общения, это, соответственно, и цифровые двойники, и дополненная реальность. То, что касается онлайн-выставок, не в том формате онлайн-выставок и понимание, как они развивались все эти годы, как некая цифровая копия стендов, потому что это не выставка стендов, все-таки онлайн-выставка это, наверное, такой маркетплейс с расширенными возможностями демонстрации продукции с дополненной реальностью, с цифровыми двойниками, с экскурсиями на предприятие, и когда это дополняет реальный стенд, это, конечно, имеет совершенно другое качество. Соответственно, то, что касается контента. Всеобъемлющий контент 24 на 7, на 362. Это контент, который, собственно говоря, должен быть не только дополнительной полезностью для конгрессов и выставок, но и должен обеспечивать и сопровождать подготовку сделок в том числе. Это мнение экспертов, это аналитика, это то, что позволит конгрессно-выставочному мероприятию стать реальным драйвером и центром компетенции развития отрасли. И для этого, соответственно, нужно создавать специальные инструменты тогда, когда эта база знаний и контента будет объединена с комьюнити, то есть с сообществом, но с сообществом не то, что понималось раньше, как база данных клиентов, которых мы время от времени информировали о каких-то новостях, связанных с выставкой или новостях отрасли. А сообщество, которое будет жить в реальной системе координат, и от информирования нужно переходить, соответственно, к интерактивному общению. Может быть, доходящему до абонентского обслуживания с точки зрения предоставления необходимой информации. И тогда онлайн, офлайн, онлайн задышит реальной жизнью, когда на первом этапе, соответственно, будет все необходимые возможности для изучения трендов, тенденций участников необходимой информации и знаниями, подготовки и переговоров контрактов с последующим заключением контрактов на выставке, ну и, соответственно, продленным эффектом набранных контактов для заключения контрактов в последующем. То, что называется наш байерский потенциал, который мы измеряем в течение года после выставки. Ну и, наконец, конечно, это дополнительные электронные возможности, связанные с маркетплейсами, нетворкингами, матчмейкингами, которые тоже должны жить в течение года с тем, чтобы подготовить реальный офлайновый контакт на выставке. Все, что я перечислил, является одновременно и конкурентной средой, но одновременно и нашими возможностями, потому что многие представления о выставках, они вот переворачиваются принципиально. Ну вот я один только пример приведу. Ряд участников на наших выставках рассказывает следующую ситуацию. Они говорят, что посетителей очень много, значит, все соскучились по живому общению. Приходят на выставку, очень активно общаются, изучают образцы, изучают конкурентов, расспрашивают экспертов и аналитиков, а потом идут и, понимая, что они хотят, покупают это в интернете там, где это дешевле. И, соответственно, выставочники говорят, что же получается. Получается, что мы, как выставочники, продвигаем интернет, предоставляя вот такую, как бы, среду общения и бесплатные консультации, экспертизы и все остальное. Ну вот, чтобы этого не происходило, необходимо как раз обеспечить все то, что я говорил до этого, когда на живое человеческое общение нанизываются все те сервисы и возможности, которые предоставляет интернет. И в конце я хотел бы сказать о том, что, конечно, живому человеческому общению нет альтернатив. Мы видим это по тем мероприятиям, которые у нас сейчас проходят. И крупные, и мелкие. Ну, надо сказать, что, как в любой кризис, крупные укрупняются, а мелкие умельчают. Это, к сожалению, закономерность общая. Но люди соскучились по общению. Трафик посетителей растет. Время пребывания на выставках растет. Это не может не внушать оптимизма. Но это вот некая эйфория, что называется, после того, как приоткрыли возможности для общения. Она не должна нас сильно расслаблять. Поэтому нужно переосмысливать жизнь. Нужно понимать новую идентичность событий. Нужно работать на новыми технологиями, омниканальных платформ и концепцией ООО. Онлайн, офлайн, онлайн. Чем мы все и занимаемся. Проведя сотни онлайновых конференций, теперь десятки реальных мероприятий. Соответственно, нам нужно вместе создать вот эту вот новую реальность. Спасибо, коллеги, за внимание. Я, вроде как, уложился даже в регламент. Спасибо большое, Сергей Георгиевич. Поздравляем с выходом книги. И учитывая, что мы в зале библиотека, уверен, что торгово-промышленная палата эту книгу приобретет. И она займет здесь достойное место. Спасибо большое, что подключились. Спасибо. Спасибо. Хотел бы передать слово Дрожжину Геннадию Александровичу. Ну, это... Я даже представлять, Геннадий Александрович, вас не буду. Это активнейший член нашего комитета. Возглавляемая вами ассоциация проводит, ну, бесчисленное количество очень успешных, интереснейших мероприятий. Поэтому вот хотелось бы несколько слов от вас тоже услышать. Спасибо. Спасибо, Алексей Григорьевич. Ну, мне бы хотелось отметить, что у нас сейчас дефицит в пропаганде народной культуры. Вы видите, что сейчас критикуется телевидение и все. И я бы хотел отметить, что мало кто знает, но народные промыслы из страны – это глубинный пласт не только нашего национального достояния, но это и пласт мирового культурного наследия. И промыслы сейчас в очень сложном финансовом положении, об этом все знают. И в этой ситуации одним и одной из основных инструментов вывода промыслов из этой, значит, задачи является развитие выставочной ярмарочной деятельности. Одна из главных задач. В этой связи, конечно, огромный потенциал у нас заложен в проекте «Ладья», который мы проводим совместно с «Заоэкспоцентр». И в этом году, в декабре, планируется также 30-я юбилейная выставка, значит, «Наша ладья». Ну, хочу сказать, что такое ладья. Ладья – это около 25 тысяч квадратных метров, порядка 60 слишком субъектов Российской Федерации, 1700 экспонентов, 1700, извиняюсь, да, экспонентов и, значит, и около 90 тысяч участников. Хочу вам сказать, что тяжележейшая работа – собрать это все. Почему? Потому что есть у нас промыслы на Чукотке, есть у нас промыслы на Калининграде, это север, это запад, восток и запад. Если мы будем говорить сверху, у нас Архангельск, снизу Северный Кавказ, и собрать это очень сложно, но мы благодаря, значит, прежде всего, конечно, коллективу экспоцентра, торгово-промышленной палаты, лично Сергей Николаевич, который, ну, как бы, нам очень делает большое дело, ну, а, ну, с коллективом экспоцентра мы уже почти как родные. Вот. И по оценке европейских коллег, значит, Ойгена Алиса, которого прекрасно знаете, он считает, что наша выставка лучшая выставка в Европе по данной тематике, и, значит, могу вам сказать, что уже нашей выставкой заинтересовалась организация объединенных наций, и лучшая выставка в Европе не потому, что она лучшая, а потому, что они потеряли промыслы свои, вот и все. Вот. И мы, значит, вот еще раз скажу, хочу сказать большое спасибо за вот нашу совместную работу. В то же время сегодня нужны новые подходы к нашей работе. В основном наши инвестиции идут на, наши инвестиции в повышение эффективности выставки. В этой связи, значит, работаем по привлечению инвестиций прежде всего в рекламу, очень дорогая реклама. Потом, значит, помощь... Сейчас скажу. Помощь, большая поддержка торговых организаций, потому что все, что мы там, ну, практически огромный процент общего объема, это вот у нас продается на наших двух выставок ладья, и, значит, вот завтра открывается жар-птица. Но это у нас, где у нас народных промыслов больше молоде, конечно, а в жар-птице мы практически делаем только для самозанятых, для мастеров, для местников самозанятых. Вот две такие категории. Ну, что хочу сказать, что Владимир Владимирович отметил, что сегодня одна из основных задач это сохранение национального культурного наследия. Ну, вот над этой задачей совместно с экспоцентром и торгово-промышленной палатой мы и работаем. Спасибо. Спасибо огромное, Геннадий Александрович, прежде всего за ту работу, которую вы делаете по поддержке выставок. Ну, вы главный за встречу. Спасибо большое. Хотел бы передать микрофон Дарье Аркадьевне Островской, генеральному директору в НИЦ РНС, члену нашего комитета. Пожалуйста. Спасибо большое, Алексей Григорьевич, спасибо большое за представление, за представление нашего рейтинга. Собственно говоря, ему будет посвящена моя презентация сегодня. Рейтинг событийного потенциала регионов России как инструмент оценки планирования, в том числе для региональных ТПП. С нашим рейтингом, я думаю, большинство из вас уже знакомо. Хотела просто рассказать историю, небольшую историю возникновения. 8 лет назад мы составили трейтинг первый раз, и одна из целей как раз была эта инвестиционная, потому что к нам в тот период очень часто стали обращаться потенциальные инвесторы, либо заинтересованные стороны, в том числе региональные торгово-промышленные палаты. Задача была построить конгрессно-выставочный центр, тот или иной, в каком-то из регионов. Мы, собственно говоря, тогда задумались, а как можно оценить, насколько центр нужен региону, насколько он будет там окупаемый, насколько эти инвестиции будут окупиться со временем. И вот, собственно говоря, возник такой рейтинг, который со временем стал в том числе и навигатором по событийной отрасли для всех организаторов, кто планирует свои мероприятия в регионах. В чем специфика нашего рейтинга, хотелось бы сказать, что, во-первых, мы не включаем туда Москву и Московскую область, в силу того, что это достаточно развитый регион. Санкт-Петербург и Ленинградская область нас оценивается вместе. Сочи мы учитываем отдельно, потому что это отдельный субъект, который развивался исключительно как событийная дестинация. Ну вот, Республику Крым и Севастополь мы также оцениваем вместе, потому что это единые, очень тесные экономические связи и так далее. Наш рейтинг используют и администрации регионов сегодня, и профессиональные объединения, и, конечно, организаторы, когда принимают решения о том или ином месте проведения для своих мероприятий. Какие показатели мы учитываем? У нас на сегодняшний день шесть основных показателей. Это событийная инфраструктура в регионе, программа продвижения в регионе, которая существует для событийной индустрии, политика региона в области проведения мероприятий, их поддержки, опыт проведения крупных международных событий, туристический потенциал. И вот с этого года у нас добавился еще один показатель, это состояние событийного туризма в регионе, то есть это все проекты связанные, различные фестивали, ярмарки, в том числе связанные с поддержкой местных промыслов. Мы делаем это совместно с Russian Event Awards и конкурсом туристических сувениров. Как правильно отметил Алексей Григорьевич сегодня, что событийная индустрия у нас влияет на разные показатели развития региона, это и качество жизни, и экономические показатели, инвестиционный потенциал. Поэтому мы каждый год сравниваем наш рейтинг с несколькими рейтингами, не только инвестиционной привлекательности, которая делает ОСИ, но у нас сюда же входит, к сожалению, мелко, но я думаю, потом можно будет посмотреть детально. Мы также сравниваем с рейтингом индекс креативного капитала регионов, качество жизни регионов, которые готовят РИА-рейтинг и РБК, уровень деловой активности в регионе, инвестиционная привлекательность регионов, которые готовят ОСИ и уровень социально-экономического развития рейтинга. Это тоже по РИА-рейтингам. Вот по итогам 2020 года у нас получились такие коэффициенты корреляции. Что хотелось бы отметить, в принципе, тоже это уже с ним звучало, что, безусловно, присутствие в топ-30 событийного рейтинга, она обеспечивает большую долю вероятности высокий инвестиционный потенциал региона. При этом хотелось бы, мы отдельно разбили топ-5, взяли регионов по поводу, чтобы можно было сравнить показатели по этим рейтингам и с нашим рейтингом. Вот, как вы видите, Санкт-Петербург и Свердловская область, у них как раз рейтинг инвестиционной привлекательности, он как раз они занимают в топе, находится у нас, занимает первое-второе место в нашем рейтинге и в рейтинге инвестиционной привлекательности у них тоже достаточно высокие места. В принципе, на самом деле, одним из объяснений может стать тот факт, что эти регионы в качестве своей стратегии основной выбрали привлечение к себе, проведение у себя на территории непосредственно деловых мероприятий, которые являются наиболее эффективными и с точки зрения привлечения инвестиций. Ну, я думаю, что потом детально можно будет посмотреть, здесь также приведены данные по Татарстану, по Краснодарскому краю, по Республике Башкортостан. Небольшие выводы, о которых я уже сказала, и хотелось бы также обратить внимание, в завершении своего выступления, хотелось бы также обратить внимание на те факторы, на которые может повлиять Дорогопромышленный палат, в том числе региональный, для того, чтобы регион свой событийный потенциал мог развить и использовать его, в том числе для привлечения инвестиций. Ну, во-первых, это поддержка развития инфраструктурных объектов для событийной индустрии в регионе, действительно, в очень многих регионах этим занимаются Дорогопромышленные палаты. Затем это участие в реализации программ продвижения региона как событийной дестинации, это тоже один из таких наиболее эффективных инструментов. Содействие реализации комплекса мер поддержки, здесь, я думаю, в общем-то, пример прошлого года, 2020, он наглядно показал, что система ТПП может эффективно работать совместно с отраслью для того, чтобы вбиваться в необходимых мер поддержки и развития не только компаний, но и мероприятий. И организация поддержки значимых мероприятий в регионах. Ну, в общем-то, опять же, пример Москвы можем привести в работу экспоцентра и Центра международной торговли. Ну, собственно, у меня на этом все. Если будут какие-то вопросы, буду готова ответить. Спасибо большое. Спасибо большое. Дарья Аркадий, мне кажется, очень верная методика, что Москва и Санкт-Петербург выводятся из рейтинга, то есть оцениваются, но выводятся их показатели, потому что мы помним, 6 лет назад, когда ОСИ планировала свой рейтинг инвестиционной привлекательности субъектов, у них базовая методика тоже была сгруппирована по развитию, по показателям социально-экономического развития, инфраструктуры субъектов. Они не хотели сквозной делать рейтинг первый, второй, третий, они сначала разбили по группам. Но потом что-то пошло не так, а вот у вас очень хорошо пошло, и спасибо большое за эти практические рекомендации. Да, конечно. Даша, а вот оценку вашего исследования в оценку деятельности губернаторов как-то учитывается? Ну, нам бы, конечно, очень хотелось, чтобы это как-то учитывалось. Мы даже вели в свое время приговоры с ОСИП при поддержке Министального конгресс-бюро, но пока у нас, к сожалению, никак. Ну, может быть, это интересный вопрос. Это интересно. Я бы подготовил письмо от комитета. Правильно. Нам только нужен более четкий адресат, потому что это очень интересно показать на рейтинг, с правильной методикой. Ну, я могу сказать, что за последнее время со стороны администрации регионов интерес к рейтингу увеличился, потому что очень многие понимают, что да, это возможность, ну, первое, пока не существует какой-то методик, которая могла сравнить регионы, вот именно с точки зрения развития событийной, вообще развития событийной индустрии. Поэтому очень многие это используют для своих докладов, для... Да. Мы с удовольствием, мы готовы, да, все данные предоставить методику. Спасибо. Да, Даша, спасибо за рекомендации торгово-промышленным палатам. Я думаю, наши коллеги тоже это услышали. Спасибо большое. Хотел бы передать слово партнеру компании «Бенгрупп» Артему Анатольевичу Кудрину, члену Совета ТПРФ по финансово-промышленной индустрии политики. Хотим, пожалуйста. Коллеги, добрый день. Алексей Григорьевич, спасибо за приглашение. Вы знаете, я, наверное, от лица бизнеса сейчас буду вести свой доклад. В целом, я готовил доклад о том, какие преимущества получает регион, инвестируя в развитие конгрессно-выставочных... в конгрессно-выставочной деятельности. Но по ходу дискуссии решил, наверное, поделиться больше практическим опытом, потому что мы сами до пандемии, ну, как сказать, и компания, и комиссия, в которой я состою в торгово-промышленной палате, мы занимаемся привлечением инвестиций в реальный сектор экономики. Вот, делаем это давно. И как раз те документы, которые подписываются на площадках, назначенных экономических, назначенных экономических форумах, назначенных отраслевых форумах, готовим мы. Более того, в формате допандемийным, именно мы в части регионов или в части также значимых промышленных компаний защищали проекты на тех же самых экономических площадках. Что хочется сказать, что с момента ухода онлайн эта практика совершенно прекратилась. Требования к качеству подготовки материалов стали несколько проще, потому что как раз того живого человеческого общения, всестороннего обсуждения инвестиционных проектов, ну, в той повестке, которая была онлайн за последние полтора года, добиться не удалось. Поэтому мы с огромной радостью сейчас смотрим на возобновление активной деятельности конгрессов, выставок и ярмарок. Вот. Что хочется сказать от лица клиентов. У нашей компании порядка трех тысяч компаний, которые мы сопровождаем. Вот. Я хотел устроить некоторый опрос, насколько изменилось их отношение к инструменту конгрессно-выставочной деятельности, как к эффективному инструменту привлечения инвестиций, но не успел. Если будет возможность, обязательно с вами поделюсь, потому что у нас достаточно плотное общение с нашей клиентской базой. Вот. Но что я хочу зафиксировать. На самом деле уникальное сейчас время. С чем оно уникальное? Сейчас время передоговариваться любому бизнесу. Потому что изменились, ну, появились огромные ограничения, появились цены, там, на стройматериалы, на продукцию, изменились логистические где-то, они потерялись пути, ну, и прочее, прочее, прочее. И вот сейчас, когда в моменте неопределенности, в моменте, когда бизнес вошел в такую же трансформацию, как и конгрессно-выставочная деятельность, как раз именно вот эта площадка может стать для него некоторым ориентиром. Потому что вот сейчас в вашем докладе была информация о том, чтобы ее, ну, фиксируйте приход новых участников, которые раньше не рассматривали это для себя, ну, как элемент участия в таких мероприятиях. Мы тоже взаимодействуя со своим бизнесом, которым пытаемся помогать, понимаем, что нам не хватает ресурсов. И вот как раз там выставочная деятельность, конгрессная деятельность, она позволяет в одном моменте получить всю информацию, быстро протестировать те мнения, которые рынку нужно предлагать. И сейчас скорость и взаимодействие с профессиональной средой является одним из самых главных преимуществ. Какие бы ни были просмотрены вебинары, какие бы ни были прочитаны книги, опыт коллегии или там момент взаимодействия с широким кругом потенциальных клиентов, ну, пока еще компания, ни моделирование, ни онлайн он не заменил. Поэтому мы считаем, что это уникальная сейчас возможность. С другой стороны, ну, что важно, как ее не пропустить, очень важно быть на, как сказать, с одной стороны, есть некоторая тенденция, когда участники становятся онлайн, и они становятся где-то далеко. С другой стороны, для того, чтобы эффективно трансформироваться под их ожидания, а другого пути нет, вот, нужно быть с ними как можно ближе. И те же самые слайды показывают, что вы, у вас там каждый посчитан вплоть до доли процента. Вот, очень важно с ними, сейчас с участниками, с потенциальными или с настоящими, выстроить доверительное, прозрачное общение, обратную связь. Те индикативы, которые вы выстраиваете, и расчеты, показывающие прозрачно целесообразность участия в том или ином мероприятии, они, ну, являются главными, понятными не политическим лозунгами, а главным экономическим эффектом, понятным любому предпринимателю и необходимым для принятия решения. Вот. Ну, и еще, что немаловажно, вернусь я к теме инвестиций, в саму инфраструктуру, что сейчас все участники, они, как мы говорили, и как говорил, например, Сергей Георгиевич, они уже избалованы рядом онлайн-сервисов, но мы все с вами такие, вот, и важно, чтобы там организатор или оператор подсказывал и вел разъяснительную работу, показывал, как сделать пребывание на том или ином мероприятии максимально эффективным и избежать каких-то определенных ошибок. С одной стороны, это выглядит как некоторая большая нерешаемая задача, с другой стороны, какие-то простые методички или создание универсального там выставочного участника, на котором можно все оттестировать. Это может быть первым шагом, показывающим открытую позицию организаторов. Вот. Но немаловажно, что любая деятельность сейчас, которая происходит и которая подразумевает массовое взаимодействие с потенциальными участниками, с клиентами, с кем угодно, она должна происходить в рамках концепции, именно в рамках концепции должны быть приняты решения о вложении в строительство, в вложении в ту или иную технологию, технику и прочие важные решения. Вот. Эта концепция должна строиться непосредственно там профессионально. На базе, например, такого комитета, как ваш, или может быть согласовано, потому что здесь собран опыт самых профессиональных людей, максимально погруженных в это, с обязательным привлечением тех участников ярких, на которых вы можете ориентироваться этих новых, которые только приняли решение или сомневаются в том, участвовать или нет. Вот. Ну и немаловажно, кроме того, чтобы рассматривать инвестиции в развитие инфраструктуры, очень важно инвестировать в людей, которые создают предварительно, которые участвуют на каждом этапе, на этапе предварительном, непосредственно на этапе реализации самой выставки или конгресса и на дальнейшем этапе взаимодействия с участниками. Вот. Это коротко. Все. Спасибо. Спасибо, Артем Анатольевич. Я думаю, эту тему мы совместно с советом Владимира Гамзы и с вашим, безусловно, участием продолжим. Ни в коем случае останавливаться на этом не будем, потому что эта тема очень интересна торгово-промышленным палатам, которые на местах работают и с инвестицией в человеческий капитал, о чем вы сказали, и в инфраструктуру. Поэтому готов совместно сформулировать тему и вынести на нашу площадку совместно. Да, Алексей Григорьевич, я еще хочу сказать такой важный момент, что вот мы, первое, мы потеряли некоторое взаимодействие в рамках инвестиционных проектов с широкой аудиторией. Сейчас мы его видим в возобновлении, но еще третьим фактором является важным то, что мы представляем ряд финансовых групп, которые ищут инвестпроекты. И сейчас их поиск сталкивается на тот же самый онлайн-поиск. Он не является эффективным, потому что достаточно много информационного шума, которым принять решения сложные. У этих проектов огромное количество. А вот как раз демонстрация проекта в рамках какой-то конференции, в рамках выставки и всего прочего пока является одним из наиболее эффективных инструментов. Более эффективным является только рекомендация близкого товарища, проверенного, который является экспертом в этой области. На втором месте, на мой взгляд, именно как раз подобного рода мероприятия. Спасибо за подсказку. Я думаю, что я попробую на отраслевых выставках. Спасибо. Григорий Заревич, вам слово. Григорий Заревич Бунатян, руководитель комиссии по региональным финансам Совета ТПРФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике, представитель Совета Фонда развития Агентства регионального экономического развития Калининградской области и многое, и многое, и многое. Это рада. Коллеги, да, рад приветствовать вас на знакомом месте, но в новом качестве. Тема инвестиций рядом с темой конгрессно-выставочной деятельности, мне кажется, очень точное и верное направление, потому что таких возможностей, как все коллеги подтверждают, альтернативой этому является только для инвестиций 3F известная, да, там family, friends и дураки. Да, вы понимаете, но из этой парадигмы надо выходить, надо как-то это стоять на нормальную систему, на основу. Я абсолютно убежден, что и особенно пандемия и санкционный режим особый статус, который вошла наша страна, с точки зрения влияния на потенциальные инвестиции в образ нашей деятельности, на него надо отвечать, конечно, адекватно. Конечно, замены человеческому общению быть не может. При всех вопросах цифровизации, при ментальности, которая еще долго будет меняться, наверное, за 2-3 поколения, норма, станут цифровыми людьми, понимаете, да, там окончательно. Наши дети уже не станут, наши внуки на грани, но все равно нашими усилиями какие-то человеческие адекватные свойства в нашей жизни мы пытаемся возрождать. Альтернатив этому нет. Второе, определенный дефицит устойчивого функционирования нашего законодательства в этот затянувшийся переходный период, он требует все равно усыновления индивидуальных, конкретных контактов между людьми и достижения джентльменских от джентльменских до всех официальных соглашений внутри процесса человеческого общения. Я здесь с коллегами полностью согласен. В связи с этим регионы, которые как бы сейчас активно конкурируют за инвестиции, мы действительно не будем брать очень развитые регионы и в свое время мы вместе поднимали тему ВАСИ, что надо дифференцировать, неоднократно обращались и сделать рейтинг сгруппированным в зависимости от степени развития регионов, чтобы вечные аутсайдеры, которые напряженно стремятся, так сказать, выйти из парадигмы вечных аутсайдеров, все-таки имели мотивации для развития и оценка губернаторов делалась адекватной их усилием. на самом деле, а не просто в силу развития региона и щедрого подарка судьбы о том, что они управляют Татарстаном, Башкирией или, я уж не говорю, о Московском центральном регионе. Вот. И, конечно, сели коллег в этом отношении и тихой сапой проникнуть через ОСИ, через комиссию госсовета для того, чтобы внедрить эту мысль, в конце концов, окончательно это будет правильно, и мы это человеческим будем поддерживать. Вот. Сейчас целевая установка, ну, выставки, да, как отражение тысячелетних традиций торговых ярмарок, да, там, на которых осуществлялось, если посмотреть историю, до 80% продаж, да, начиная от средневековья, окончаясь с сегодняшним днем, она немножко меняется в миссии, она более насыщенная становится. Вот науки и технологии мы должны приоритеты расставлять на импортозамещение, на трансфер технологии, вот эти вот вещи должны стать приоритетем. Для инвестиций в регионе это тоже является глобальным приоритетом, потому что надо производить самим, надо делать это конкурентно и надо обладать компетенциями. А утеря компетенция тоже последствия вот этого затянувшегося переходного периода между экономиками разных укладов, да. Вот. В силу развития, разности развития регионов, у каждого из них должен быть свой кейс по доступу к инвестиционным возможностям, в том числе в рамках конгрессно-источной деятельности. Сами институты развития, да, которые региональные существуют, они, ну, рождаются как семейные рестораны, рождаются, кормят, потом чахнут и закрываются. То есть, проанализируем, более 256 институтов развития региональных, которые были зарегистрированы за последние пять лет. Из них продолжает функционирование около 71 лог. Мандаты их крайне ограничены и, соответственно, но объем материалов, которые они перелопачивают с точки зрения оценки проектов, они достаточно серьезны. Если сейчас стандарты работы, которые задают коллеги на рынке и которые задают там тот же ФРП, там уже практически тиражируются в различной степени для центров поддержки бизнеса региональных и это становится, в общем, императивом для этих вещей. И финансирование в силу тоже небольших средств, которые консолидируют региональные бюджеты, управления поддержки, они тоже не более 10% по нашему оценку. Вот по 5-6 регионам, в которых мы сейчас работаем со статей и инвестиционными, около 10% всего проектов, которые получили финансирование лучших, самых подготовленных. Из них, да, 50% можно выкинуть сразу, потому что не осознаны ни ресурсы, ни цели, нет достаточной проработки рыночной, еще и таких вопросов. Но подвал достаточно существенный, около 40% вместе с профессиональным сопровождением и презентацией соответствующей могут составлять большой интерес. Поэтому консолидация вот таких пакетов инвестиционных от региональных структур поддержки бизнеса, какие-то окна или хабы в рамках проведения деятельности конгрессно-выставщины были бы крайне интересны. Эти форумы можно посмотреть вместе с ТПП и упаковать в какие-то целевые группы представления. То же самое можно сказать и представления государственных органов развития федерального масштаба. Я не знаю, насколько они сейчас представлены в различных отраслевых выставках и так далее, но эти возможности должны постоянно входить неким кейсом в любую конгрессную, симпозиум или выставочную деятельность. То есть, мне кажется, такую работу с уровня ТПП России и Экспоцентра о установлении такого взаимодействия, постоянного присутствия в любой выставке с тем или иным набором предложений является достаточно перспективной. Дальше я хотел сказать, что, ну, конечно, надо четко анализировать. Мне очень понравилась аналитика по событийному рейтингу, который вы сделали. Например, буквально ряд регионов, в которых мы работаем сейчас в этом отношении, достаточно сказать, также Калининградская моя любимая нежная область, вот, за последние два года произошел такой качественный рывок, связанный с событийным, вы видите, да, что у вас там по рейтингу творится, и это подтверждается реальным наплывом людей со всех сторон, причем, да, там льготы по визовым режимам и некие послабления, связанные с пандемийной ситуацией, потому что окна возможностей открывались несколько раз. Достаточно сказать, что по сравнению с 2020 годом, в 2021 году, август месяц, сравниваем показатели выручки туристических, отельных и ресторанного бизнеса в Калининграде, 1,7 миллиарда против 36 миллионов в пандемийный год. Это в 53 раза больше, 53 раза, да, и в 3 раза больше, чем до пандемийный период, понимаете, в чем дело, то есть фолоссальная ситуация, которая регион, и провести какую-то системную целевую аналитику по продвижению инвестиций, созданию инфраструктуры конгрессно-восточной деятельности крайне важно для экспо-центра в его стратегии, потому что, например, такие регионы, как тот же Калининград, там, Дальний Восток, ну, юг достаточно развит, Сочи, постолимпиадские, да, там, эти, значит, там, Краснодарский край, там, и так далее, они забирают на себя, там, Кавказ, Азию, частично Ближний Восток, да, там, Дальний Восток, Тихоокеанский, там, регион, Калининград, это так или иначе, помимо Питера, достаточно серьезное окно в Европу, это упрощенный визовый режим, 72 часа подачи электронной визы для деловых целей, это наличие особой технической зоны, хотя мы их растираживали везде, Кавказ был участником этого процесса, и специальный административный район, то есть нам не удалось сразу проломить, межгоре, региональный финансовый центр международный, да, там, по типу Станы, который собирает сейчас сливки, который уже имеет несколько тысяч зарегистрированных участников, да, в этом отношении, пользуется всеми льготами, связанными с международными расчетами, с юридической практикой поддержки инвестиций и так далее. Но все-таки существенно, и каждый год мы прибавляем по несколько новелл в специальный административный район. Более 50 международных компаний уже зарегистрировано, колоссальная территория на острове Октябрьский с поощрением всяческими инвестициями, мало того, я могу от имени губернатора заявить, что мы обсуждаем вопросы, они крайне заинтересованы, привлечь экспоцентр решение вопроса создания витрины в Калининградской области, может быть, в любом режиме, в любом режиме, в режиме как инвестора, как соинвестора, как управляющего бизнесом, как все что угодно. И для этого мы готовы разработать любые схемы привлечения инфраструктурных облигаций, выпуск специальных облигаций институтов развития. Ну и, так сказать, я открыто повторяю приглашение губернатора в ближайшее время, где-то в ноябре, может быть, подготовить визит с очень конкретными предложениями по развитию этого направления. Друзья мои, очень интересными делами вы занимаетесь. Я понял, что мы в Совете по финансовой промышленной политике инвестиций меньше, чем нужно, уделяем вопросами выставочные деятели, за исключением профессионально ориентированных коллег. А это действительно наши упущенные возможности, и мы теснее будем интегрироваться с вами в этом вопросе. Спасибо. Спасибо огромное, Григорий Завеевич. Ну, наверное, нужно сказать, что все отраслевые выставки у нас патронируются Минпромторгом. Минпромторгу всегда очень приятно слышать, слово инвестиции, слово поддержка компаний. Если здесь совет или палата выступит неким фильтром отбора инвестиционных предложений, мы, естественно, как площадка будем счастливы, если на стендах регионов это будет выставляться, или на стендах отдельных компаний. То есть нам это, безусловно, интересно, и это будет интересно Минпромторгу, они это поддержат всецело, различные форматы. Поэтому спасибо большое. Чуть-чуть ускоряемся. Хотел бы передать слово Евгению Игоревне Мануковской, прекрасно известному эксперту нашей отрасли, основателю, руководителю сервисов ExpoMap и Event Online. Пожалуйста. Добрый день, коллеги. Спасибо большое за возможность поделиться своим опытом. Мое выступление будет, наверное, продолжением выступления Сергея Георгиевича Воронкова на тему омниканальности. Я, к сожалению, сегодня без цифрового двойника, хотя, на мой взгляд, вот эта штука стала сегодня нашим цифровым двойником. Буквально пару слов о своем опыте, о том, на чем основывается, в чем основывается мое сегодняшнее выступление и те мысли, которые я хочу донести до вас. Я являюсь основателем ведущего поисковика деловых событий ExpoMap.ru. С 2008 года мы аккумулируем все данные по мероприятиям со всего мира, по всем отраслям. И на сегодня портал посещает порядка 250 тысяч человек в месяц, что дает нам огромные данные для анализа. То есть это как раз-таки малый и средний бизнес, и мы собираем те самые боли вот этих реальных компаний, которые являются участниками и посетителями мероприятий, которые в том числе проводят экспоцентр. С другой стороны, за пандемию мы сформировали вокруг себя сообщество организаторов и стали говорить о лучших кейсах, о проблемах, о болях со стороны организации мероприятий, со стороны продвижения и привлечения аудиторий, и в том числе угрозы возможностей с приходом новых инструментов и омниканальности. И, собственно, я сегодня хочу поговорить с вами о тех угрозах и о тех возможностях, которые появились с изменениями на рынке. И недавно услышала, что негативная мотивация, мотивация ОТО, она стимулирует гораздо сильнее, чем мотивация к позитивной, поэтому начну с угроз. И я выделила два блока угроз. Первый блок – это размытие аудитории. И здесь Сергей Георгиевич говорил, что мы конкурируем в первую очередь за общение. Я считаю, что мы конкурируем за внимание, потому что в первую очередь нужно заполучить внимание для того, чтобы люди пришли на мероприятие. Неважно, живое оно, виртуальное, гибридное. Поэтому есть несколько моментов, которые усложняют ситуацию, в принципе, всем игрокам рынка, это конкуренция внутри проектов. У нас в нашей стране по некоторым отраслям есть по несколько проектов крупных, которые бьются за одни и те же компании. Вместо того, чтобы расширять рынки, они перетягивают аудиторию друг у друга. Кроме этого, за пандемию вышли новые игроки, пока выставки остановились. Те, которые вокруг себя формируют свои сообщества. И они подумали, а почему бы нам не провести мероприятие. И они тоже оттягивают часть внимания на себя. То же самое касается битвы, условно битвы, территорий и площадок. Потому что нет единого подхода в распределении территориальной специализации в плане мероприятий. Есть пример, например, Германия или Соединенных Штатов Америки, где конкретные регионы, они занимают определенные позиции по тем отраслям промышленности, которые у них сильные. У нас, к сожалению, в некоторых регионах даже есть по несколько выставок в одной тематике, что я считаю недопустимо, потому что, в принципе, региональный сегмент, он очень слабый. И, конечно же, битва форматов. Об этом хочу подробнее чуть-чуть остановиться. Какие появились новые возможности или, опять же, они, возможно, были, но они стали, так сказать, угрозой нашему рынку. Во-первых, в целом, если говорить, это digital world, это все цифровые инструменты, которые есть. То есть это маркетплейсы. Часть коммуникации ушло в онлайн, особенно касается заграничной коммуникации с байерами. То есть с компанией сталь. Появились компании, которые организуют встречи, онлайн-встречи с профессиональными байерами, потому что они хотят решать задачи бизнеса в установлении этих контактов, в установлении общения. И, конечно же, digital реклама. Почему она стала оттягивать на себя бюджеты компании? Потому что она очень прозрачная, очень понятная. Ты вложил в инструмент определенную сумму денег, ты понял, прогорел ты с ней или она принесла тебе конкретные лиды. И, конечно, здесь с этим очень сложно конкурировать. Дальше есть моменты, которые делают крупные игроки рынка. Они запускают свои собственные рот-шоу, они делают какие-то экспо-пространства. И, конечно же, это было до пандемии, но сейчас это еще более усилилось. Хочу дать два примера. Первый – компания «Хомок». Они являются крупнейшим в мире производителем деревообрабатывающего оборудования. Они полностью отказались от участия в выставках и сделали свой экспо-зал на базе своей территории завода. И я могла бы дождать конкретную озвучку директора по маркетингу, почему они отказались. Но просто это займет еще времени. Не видят. Видят больше возможностей в подвижении своего формата и формировании своей выставочной площадки. Сейчас на территории ВДНХ идет некое пространство технологий Dyson. Компания тоже выставляет, то есть это некая выставка одного экспонента в течение месяца. Вот съездите ради интереса, посмотрите, как это выглядит. Вот с этим нам приходится конкурировать в том числе. И, конечно, ковидные ограничения не привели к тому, что изменились привычки компаний. И особенно они изменились в распределении затрат на маркетинг. Еще один кейс, про который хотел сказать, это компания Leapher. Очень крупнейший производитель строительного оборудования, строительные краны, холодильники тоже у них. Только выставочный отдел был 60 человек до пандемии. Огромное количество мероприятий, в которых они участвовали. Я общалась с вице-президентом компании по азиатскому рынку. Так вот, в 2020 году они не участвовали в никаких офлайн-мероприятиях, пробовали онлайн. И они сделали такой вывод, что их продажи просили только на 9%. Но при этом в прибыли они выросли, потому что они сэкономили огромное количество средств на командировках и на участие в мероприятиях. И такая статистика, она не очень позитивная. Быстро. Вторая группа – это что угрожает еще нашему рынку? Это любой негативный опыт, с которым сталкиваются участники или посетители на мероприятиях. И здесь, правильно отметил Алексей Григорьевич, очень важное значение имеет качество услуг, которые оказывают организаторы и сервис компании, все игроки рынка. И здесь две сферы, две зоны ответственности. С одной стороны, это зона ответственности самих организаторов и сервисов компаний. С другой стороны, это зона ответственности самих участников, которые, к сожалению, очень часто подходят не очень компетентно к процессу подготовки и перекладывают всю ответственность на организатора. Конечно же, не только угрозы, но и возможности есть сегодня на рынке. И в первую очередь хочу поговорить о том, что бизнес ждет от нас, как от профессионалов выставочной индустрии, правильно, как инструменты, которые являются одним из ключевых продвижения новых продуктов на рынке. Цифровая трансформация. Мы с вами меняем паттерны поведения в обычной жизни. Мы покупаем, мы привыкаем к новому формату взаимодействия, я не знаю, заказа продуктов, вызова такси. Это становится быстрее, дешевле, проще. И вот именно этого же ждут наши участники и посетители от нас с вами. Упрощение процессов и в какой-то степени удешевление процессов. Дальше, какие возможности еще открываются? Это, в первую очередь, продление, пролонгация вот этих контактов, которую организатор, привлекая аудиторию на свои мероприятия, он может расширять эти контакты. И это привлечение новой аудитории. Про это Сергей Георгиевич говорил. Здесь есть некий скепсис у некоторых компаний, что не работают форматы, не работают онлайн-форматы или гибридные, не до конца, что невозможно заменить полностью общение, решение задач с цифрой. Полностью согласна с этим. Но есть очень крутые кейсы. Вот, например, кейсы LTM, Luxury Travel Market. Посмотрите на цифры внизу. Количество онлайн-встреч порядка 70 тысяч. Проект шел там три недели, два миллиона минут связи. Это говорит о том, что когда компании заинтересованы в том, чтобы участвовать и решать свои задачи, у них нет другой возможности. Мир закрыт. Вот в тот момент, когда это проводилось, мир был закрыт. Они использовали те инструменты, которые давали, делали это эффективно. Дальше. По поводу возможностей. Есть, могут быть новые взгляды на привычные вещи, такие как больше стандартизация, ну, скажем так, сокращение разрыва между вот этими богатыми стендами, которые тратят огромные суммы на индивидуальные разработки, на индивидуальные стенды уникальные, и обычными стандартными стендами. Сейчас говорю со стороны малого-среднего бизнеса, у которого реальная боль, потому что они нам говорят, нам нет смысла участвовать, мы не можем себе позволить мощный стенд, просто нет такой возможности. Или, например, стартапы об этом говорят. С маленьким стендом, стандартным, с эктонормом, мы будем выглядеть как, ну, не очень презентабельно, и это действительно так, когда вы ходите по красивой большой выставке и доходите до стендов стандартных, ну, не хочется на них идти, это понятно, это сравнение. Что здесь делать? Пример хороший, например, для меня CPM в Москве проводили в экспоцентре выставку, она у них была более или менее стандартизирована, это была застройка, она дороже, чем эктонорма, она выглядела очень приличной, она уравнивала компании, давала больше возможностей компании. Американский рынок тоже дает очень крутые кейсы, я жила в Америке, ходила там по выставкам, и могу сказать, что там именно они продают, в первую очередь, контакты, а не стенды, поэтому они уравнивают тоже компании. Дальше, льготные условия для стартапов и для инновационных разработок, и в целом повышение прозрачности рынка, это тоже очень важный аспект, почему? Потому что чем круче будет экспозиция на вашей выставке, тем более она будет интересна посетителям, и тем больше качественную аудиторию вы соберете. Конечно же, следующая возможность – это повышение уровня коммуникации. Здесь нужно работать всем игрокам рынка, вы видите, что список этих ролей огромен, и что могу отметить, за эти два года диалог наладился, и гораздо люди стали более открытия, внутри отрасли общаться, делиться своим опытом. Я знаю, что нас смотрят представители ТПП, этот слайд больше для них, чем вы можете быть в регионах полезны своему бизнесу, своим компаниям. Помогайте, в первую очередь, в подборе качественных событий, помогайте качественным компаниям, своим новым стартапам, которые появляются, продвигаться. И, конечно же, обучайте их не только к мероприятиям, а вообще в течение всего года готовьте их. И в завершение хочу сказать, что только осознанное желание формировать выигрышные стратегии всех игроков рынка, они позволят нам с вами доплыть до этого нового берега не только без потерь, но и с новыми приобретениями. Всегда открыто к сотрудничеству, буду рада шире рассказать про какие-то нюансы, которые, к сожалению, с учетом ограниченности времени не успеваю просто охватить. Спасибо. Спасибо большое, Евгений. Действительно, очень важные темы, вот особенно разрыв между богатыми и бедными стендами и поддержка стартапов. Мы со Сколково на последних двух выставках отраслевых начали, по-моему, с металлообработки, сделали специальный стенд совместный, где на очень льготных условиях представили как раз разработки молодых ученых, молодых ребят, резидентов Сколково. Поэтому очень важная тема, мы тоже в этом направлении практически работаем. Спасибо большое, Евгений. Спасибо. Никольский Иван Александрович, член нашего комитета, генеральный директор ООО «Экспоник». Ник, «Экспоник», извините, да. Ну, наверное, проблема застройщиков. Мы сегодня не очень ждали, поэтому несколько слов. Алексей Григорьевич, я постараюсь как бы даже в свой лимит времени уложиться. Я бы даже не сказал не то, чтобы не сказал не про проблемы выставочных застройщиков, да, немножко обобщенные вот те темы, которые я озвучил, которые, в общем-то, в оконцовке влияют в том числе и на нас. Да, вот вы отметили буквально недавно, что вот отраслевые выставки поддерживают «Пинтрум Торг», практически все, да. Вот, при этом, как бы, мы знаем, что летом этого года вот была ситуация, когда отменили, например, фестиваль «Дикая мята», да, из-за того, что была пандемия. Я так понимаю, что этот фестиваль поддержкой никакой не руководствовался, никакого патроната не было, да. При этом через неделю, вы знаете, что там в Петербурге прошли алые паруса. Вот хотелось бы с точки зрения, поскольку все-таки выставки рассматривают и крупные бизнесы, туда направляются большие инвестиции, как-то выработать одинаковые правила игры, потому что есть выставки, которые пользуются патронатом, есть мероприятия, которые чисто коммерческие, и здесь очень часто они, по-своему, КПД и КПА имеют больше обозрательной инвестиции, чем те же, может быть, отраслевые, но это надо сейчас в статистику посмотреть. Вот, при этом, как бы, если вот нас сейчас тоже пугают четвертой волной, да, непонятно, что будет дальше, да, то есть, ну, мы надеемся, что все будет хорошо, сейчас, по крайней мере, тенденция всей коммерческой выставки, выставки, которые проходят под поддержкой органов исполнительной власти, они, как бы, все проходят. Но, ну, прецеденты были, да, поэтому, как бы, вот, мы из-за этого, естественно, тоже пострадаем, если у нас, как мы, как застройщики, одни из старейших, нам в этом декабре будет 30 лет уже организации, отменено какое-то мероприятие, у нас там есть контракты, да, и нас, соответственно, после этого попросят, ну, ребята, это форс-мажор, извините, да, что нам делают. Вот, значит, это что касается патроната, да, вот несколько слов сказал, потому что, мне кажется, нужно, как бы, и для коммерческих организаций, которые делают мероприятия, и для федеральных, региональных, и муниципальных, все-таки, как-то выработать иные правила игры. Вот это первое. Значит, по поводу то, что еще есть такой, ну, все знают об этом факторе, сезонность выставок, да, что у нас очень сильно всегда весна и осень превалируют на зиму и летом, что все время засредоточенные мероприятия в основном так, там, в это время. При этом, если более-менее, значит, с тематикой выставок как-то это удалось решить, да, что какие-то, значит, их как-то разнесли, что, значит, по одной тематике в разных выставочных комплексах могут проходить мероприятия, но, по крайней мере, их разделили как-то по времени. Хотя тоже там есть определенные нюансы. Вот сейчас, в последнее время, мы видим такой нахлест, что даже если не по одной и той же тематике, то просто в разных выставочных комплексах, там, не только в Москве, в регионах, в одно и то же время даты монтажа и выставок просто совпадают. Вот у нас конкретный пример сейчас, в начале октября, там, 7 или 8 стендов на разных выставках. При этом, ну, а потом тишина, да, то есть никто же, наверное, не запрещает тем же организаторам, там, при поддержке, собственно, РСВЯ или ТППРФ нашего комитета, но как-то стараться тоже учитывать график всех заинтересованных сторон, потому что, когда идет такое наслоение, ну, это, мне кажется, загубительно всем. Более того, тому же посетителю выставки, да, который является клиентом, вот у него по одной тематике в одно время могут проходить там мероприятия в экспозиции-центре, в Крокусе, там, в Кубинке и так далее. И куда ему идти-то? А у инвестора, который решил, значит, проспонсировать ту или иную выставку, у него, соответственно, выборы есть. А как ему тогда определиться? То есть вот сезонности тоже хотелось бы как-то решать. Я понимаю, что это вопросы все уже давно на повестке, да, они никогда не исчезают, но не видно, что как-то это бы двигалось, да. Вот это что касается сезонности, я бы хотел бы прокомментировать, потому что тоже мы от этого как бы сильно зависим. Про онлайн и оффлайн очень много говорил Сергей Георгиевич Воронков. На самом деле тут добавить особо нечего. Единственное, что я хотел сказать, что онлайн, наверное, никогда не будет, здесь нет оффлайна, это неправильно. Многие сегодня говорили умные термины, там, омниканальность, но что действительно должны быть задействованы все каналы взаимодействия с потенциальными посетителями, инвесторами. При этом все равно есть те выставки, которые, ну, человек в любом случае должен прийти, пожать руку своему партнеру, да, потрогать продукцию. Есть такие экспонаты, которые, ну, невозможно презентовать, да, в онлайне. Поэтому выставки в любом случае никто не отменит, за ними будущее, со времен ярмарок. Вот, и я думаю, что инвесторы в том числе должны быть заинтересованы именно в проведении оффлайн-мероприятий, где они реально будут видеть отдачу на свои инвестиции. Ну, вот если коротко, я вот три тезиса хотел объявить. Спасибо большое. Позвольте, Алексей Григорьевич. Да, спасибо большое, Иван Александрович. Как комментарий еще небольшой. Да, пожалуйста. Как комментарий, вот Иван Александрович озвучил вопрос, действительно, про разработку единых правил или индивидуальном подходе. Я бы воспользовался в том числе сегодняшним нашим обсуждением. У нас 18 октября на площадке экспоцентра пройдет традиционный уже выставочный форум и выставка 5ПЭКСПО. Так вот, я бы хотел сказать, что Торгово-промышленная палата России совместно с экспоцентром и Российским Союзом выставок и ярмарок проводят традиционно на полях этой выставки конференцию выставочную всероссийскую. И тема полинарного заседания как раз и звучит как единые правила работы и гибкий подход и коммуникация. Поэтому я всех участников сегодняшнего заседания воспользуюсь случаем, приглашаю к обсуждению. Спасибо. Там будет очень непростой разговор с Минпромторгом. Да, конечно. Пожалуйста. Я бы хотел попросить, если это возможно, у нас же была хартия, может быть мы ее посмотрим действительно по параллельным выставкам, это совершенно ни к чему. Вот, может быть возобновить вот эту хартию как раз на вот том мероприятии, о каком Сергей Викторович сказал, может обсудить. Хартия была выставочной деятельности, это первый и второй вопрос. Есть социальные выставки, есть выставки, где просто, есть люди, вот допустим, я свою боль говорю, они полгода работают на эту выставку, чтобы потом другие полгода прожить. А именно социально какие-то вот, ну, не знаю, но как-то к этим выставкам совсем немножко может быть другой подход. Если надо через правительство, ну, ваша подсказка. Игорь Александрович, вопрос очень верно поставлен, вот я хотя полгода всего в экспоцентре, но мы уже столкнулись с целым рядом на площадке, с целым рядом, так скажем, мягко непониманий между вот двумя-тремя операторами, которые в общем претендуют на один и тот же сегмент. И нам здесь приходится брать на себя роль третейского судьи и принимать чью-то сторону, которая, по нашему мнению, более справедлива, что ли. Вот Хартия или какие-то, я не знаю, купеческие соглашения, которые существуют, вот что-то такое необходимо, потому что мы попадаем в очень ситуации несвойственные нам как площадке, мы и должны это делать. То есть люди должны договариваться заранее на берегу и уже предсвят нам решения компромиссные. Давайте попробуем, если это поможет, я только обеими руками за. Спасибо. Геннадий, по-моему, вы хотели сделать реплику. Я представлю вас, Шашкова Парина Геннадьевна, директор департамента проектной инвестиционной деятельности Торгово-промышленной палаты. Добрый день, уважаемые коллеги, спасибо большое, Алексей Григорьевич. Я была с вами все это заседание в онлайн формате, но вот попросила буквально реплику. Мы тот департамент, который в Торгово-промышленной палате работает с инвестиционными, инновационными проектами, однозначно поддерживаем тот тезис о том, что любая выставочная площадка может быть использована инициаторами инвестиционных, инновационных проектов, как возможность для их продвижения. Безусловно, у нас есть такой опыт уже непосредственно с экспоцентром, и совет Владимира Андреевича Гамзы, который сегодня представлен двумя нашими коллегами, неоднократно уже проводил на площадке экспоцентра в рамках определенных выставок, своих заседаний, и которые всегда сопровождаются инвестиционными сессиями. Для нас это очень важно. Мы считаем, что это возможность для бизнеса не просто показать свою продукцию, но и показать то, на что они смотрят дальше в будущем и что они планируют. Это первая моя реплика. А вторая реплика, если позволите, вернусь к рейтингу событийности. Алексей Григорьевич сегодня уже говорил о том, что Торгово-промышленные палаты и Торгово-промышленная палата России непосредственно участвуют в формировании национального рейтинга. Конкретно в данный момент мы активно обсуждаем внесение изменений в методологию данного рейтинга. И вице-президент палаты является членом экспертного совета, и мы обсуждаем как предложение регионов по этой методологии, так и непосредственно предложение деловых объединений. Так вот, я предлагаю Алексею Григорьевичу нам, как деловому объединению, которое непосредственно заинтересовано в развитии этого направления, выступить с такой инициативой сейчас конкретно в рамках данной работы, в рамках доработки методологии рейтинга. Я думаю, что в этом году нам, к сожалению, это точно не удастся сделать, потому что все работы должны быть завершены по поручению Андрея Ременовича Белоусова до 1 ноября текущего года. Но, тем не менее, на будущее проработать это в следующем этапе, как известно, национальный рейтинг формируется у нас, начинаются опросные показатели с 1 ноября и далее, и поэтому вот в этой части можно подумать, как именно, собственно, презентовать рейтинг событийности, как он влияет на развитие малого-среднего бизнеса, и, собственно, роль, самое главное, обозначить руководителей регионов, потому что этот рейтинг прежде всего нацелен на то, чтобы оценить усилия региональных органов власти по созданию благоприятного инвестиционного делового климата. Спасибо большое за внимание и за слово. Спасибо большое, Полина Геннадьевна. Я думаю, мы это сделаем и в кратчайший срок. Спасибо за подсказку. Коллеги, дискуссионная часть у нас закончилась. У нас буквально на одну минутку технический вопрос о включении и исключении членов комитета из состава. И Сергею Викторовичу я хочу слово передать. Уважаемые коллеги, организационные вопросы предлагаются по собственной инициативе из состава комитета исключить Серебровскую Наталью Вадимовну, Соловьеву, Максиму Юрьевича, исключить из состава комитета ввиду отсутствия активности за отчетный период Шиповалова, Андрея Геннадьевича, Ермакова, Виктора Петровича, изменения в связи с перераспределением обязанностей в рамках одной организации, Союз лесопромышленников и лесоэкспортеров России, исключить цена Мирона Васильевича, включить Кесарева Евгения Геннадьевича, Вице-президента Союза, Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата, исключить Карелину Людмилу Михайловну, включить Лебедеву Екатерину Николаевну, Вице-президента Союза. На основании поступивших заявок в комитет включить в состав Подлесного Андрея Алексеевича, генерального директора КВК «Империя форум», Круглова Дарья Игоревна, начальника отдела конгрессно-выставочной деятельности Департамента регулирования внешней торговли и развития системы торг-пресс Минпромторга России и Заримукова Сагида Сергеевича сегодня здесь присутствует с нами, директор Ассоциации Национального конгресс-бюро. Если нет возражений, указанные изменения будут внесены в протокол заседания. Спасибо. Коллеги, есть возражения, замечания? Соглашаемся, вносим протокол. Дорогие друзья, огромное спасибо за сегодняшнюю встречу, за работу. Резолюцию мы, конечно, подготовим. Все предложения собираем в течение трех-пяти рабочих дней и, надеемся, увидимся в ближайшее время на 5P-Expo. Еще раз огромное спасибо всем спикерам и всем, кто был с нами. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok